Свой бизнес – самый захватывающий сериал в вашей жизни. Развивайте своё дело вместе со Сбербанком. Сбербанк – лучший цифровой банк для малого бизнеса. Говорят, прошлое не изменишь, но иногда так хочется. Классная песня. Может, потанцуем? Извини, у меня есть парень. Я был неправ. Выходи за меня. Жалко, что в тот вечер ты поступила иначе. Доброе утро. Доброе. Но, с другой стороны, всё, что не делается, всё к лучшему. Привет. Привет. Сестра Ильин, ты же говорила, что у юбиляра смешное имя. Да. Его зовут… Казимир. Ну, в принципе, если буквы переставить, получится Казимир. Или не получится. Ну, ладно, я исправлю. Вера, ну, ты же понимаешь, что Андрей не просто так тут появился? Я случайно. Надо лететь в Париж. Ну, хватит приносить свою жизнь в жертву. Вы только представь. Париж. Андрей сидит в номере, грустно пьет вино. Тут стук в дверь. Тук-тук-тук. Он открывает, на пороге ты, в плаще. В плаще? Ну, дай тебе это лжо, у меня есть. И ты распахиваешь плащ, а под ним ты. И ничего лишнего. Как тебе мой план? Так, всё, заказывай билеты. А я пойду за реквизитом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в наморднике должна быть. Это опасное животное. Всё, Джерри, выкнись. Ты ничего не чувствуешь? Нет. Странно, я уже два часа чувствую запах какой-то гнили. О, я вчера серию доктора Хаос смотрел. Там как раз про такое. Одной тётке запахи мерещались, которых на самом деле нет. И что в итоге? Ну, ничего, Хаос всё разгадал, как обычно. Вот такую хрень из башки вырезали. Но она всё равно умерла. Я должна всё рассказать Вере. Подожди, подожди. Когда мы раньше обманывали её, я чувствовала себя ужасно. Я больше так не хочу. Майя, мы всё равно не будем с тобой вместе. Зато моя совесть будет чиста. Ну, хорошо. Но только мне кажется, что будет лучше, если Вера всё узнает от меня. Ты сам всё расскажешь? Да. Всем привет. Вера, прости, я вчера в баре. В общем, не хотел в таком виде появляться, супер ночевал в отеле. Всё нормально. Так, надо в душ. Через пару часов встреча со следователем. Папа. Что, папа? Я металлоискатель настраиваю. Скоро он для нас единственным кормильцем будет. Вдруг он от следователя не вернётся. А ты куда-то уезжаешь? В Париж. На конференцию кондитеров. По работе? Да. Ты рассказал? Пока нет. Я так и думала. Через пару часов я зайду и сама всё расскажу. Ну, если я тебе нужна, я могу остаться. Можешь. Но билеты ты взяла невозвратные. Потерёшь деньги. Нет, нет, ты поезжай, поезжай. Не переживай, мы здесь справимся. У тебя во сколько вылет? Вечером около семи. О! Ты точно в отеле один ночевал? Прибор говорит, что с бабой. Папа! Да отложи ты эту железяку. Ладно, шучу. Металлоискатель этого не видит. А вот штифт в ноге видит. И везде, где бы я ни был, я чувствую это зловоние. Даже сейчас? Да. Носом сегодня не ударились? Или головой? Нет. Еле что-то острое вспомните. Да нет, ничего необычного. Обычный день, ничего такого. Евгений Антонович, мне кажется, это опухоль в мозге. Я читал интернет-форумы. Если всё подтвердится, сколько мне осталось? Да перестаньте вы все этот интернет читать. Не надо паниковать раньше времени. Давайте сделаем промывание гайморовых пазух. Это больно? Неприятно. Надевайте бахилы, пойдёмте в процедурный кабинет. Палыч, я тут вчера пятьдесят копеек посеял. Найдёшь пополам договор? Между прочим, тут Наполеон отступал в 1812 году. Вот найду клад, тогда я посмеюсь. Клад нашёл. Ну, всем известно, Наполеон после поражения на пивко подсел. Вдруг Андрей не будет в отеле, когда я приеду? Надо паниковать, всё будет супер. Да, Алё. Вера, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Ваш номер телефона мне дал Дмитрий, мы с ним коллеги. Да, очень приятно. Чем вам могу помочь? Верочка, у моего сына Егорки сегодня день рождения. Не могли бы вы к нам сегодня вечерком подъехать, что-нибудь приготовить с детьми, занять их? Вера, тебе сейчас коллега будет один, вы звоните. Он звонит. Михаил, извините, одну секундочку. Хорошо. Ты не могла бы мне помочь ради меня. Было бы очень хорошо, если бы он был у меня в долгу. У неё самолёт вечером, она не успеет. Так я договорился, тебя сразу отвезут в аэропорт. Вера, слушай, у Мишки связи в прокуратуре. Да, Михаил. Думаю, что я смогу приехать. Верочка, спасибо огромное, вы нас так выручите. Да, Дима меня предупредил, вас потом отвезут в аэропорт и сюда привезут. Ну, в общем, водитель уже выехал. Будет минут через десять. Понятно. Всего доброго. Вера, ты не представляешь, как меня выручишь. Мишаня, приветствую. А у тебя сегодня живой Егор, день рождения? Поздравляю. Слушай, друг, нужна помощь. Саш, поехали со мной. У меня ингредиенты, коробка, чемодан. Поехали. Ладно, девушка, давайте. Вам пора. Спасибо вам, доктор. Я больше ничего не чувствую. Вот видите, вы уже помирать собрались. Спасибо. Доктор. Доктор, вонь вернулась. Я умираю. Ну, что же. Видимо, надо пройти полную диспансеризацию. Это будет стоить 19 900. Я согласен. Фу ты, утопленник какой-то. Расхититель гробниц вернулся. Смотри, смотри, смотри. Еще одну банку нашел. Скоро коллекцию соберешь. Пердых-поддых. Ну, дай посмотреть. Слетелись сразу воронье. Хорошо смеется тот, кто смеется в ломбарде. Слетелись сразу в ломбарде. Абонентин Николаевич, доктор срочно уехал и просил передать, что свяжется с вами позже. А пока вы можете идти. Ой, вы можете идти. Да, все в порядке. Здравствуйте. А вон, одинский праздник. Пойдемте. А детки-то выросли, пока мы ехали? Я вам порч ногой наступил! Верочка! Вы прекрасно выглядите! Здравствуйте. Вера, это я. А это моя сестра Александра. И вы прекрасно выглядите. Здравствуйте. Я Рита, жена Михаила. А где все дети? Они это... к нам домой уехали. Приставку играй. Ой, извините, пожалуйста, так неудобно получилось, но представление, наверное, уже не понадобится. Не, ну как же, подождите. Да, мы готовились, старались. Пусть нам покажут, а мы с удовольствием посмотрим. Сдачи не надо. Неужели приняли твою безделушку? Да они бы с удовольствием, но у них на это денег не хватило. Оказывается, этот медальон принадлежал самой Гюриане Генрете. А солдаты Наполеона выкрали эту реликвию, а до Парижа не довезли. Так это надо в музей сдать для потомков. Пусть лучше мои потомки трешку свою сдают в центре Москвы, а музей обойдется. Клад-то был найден на муниципальной земле, поэтому нужно поделить между всеми жильцами. Конечно! Если бы некоторые жильцы не хихикали за спиной, как гиены, может, и поделился бы. А так, извините, мне пора к благородным напиткам привыкать. Ауфедрзеем. Чао. Мы дождались. Новый сезон. Идем отмечать. Новый грант. Повнись еще. Новый управляющий. Можно вопрос? Нет. Новый горничный. Испытательные. Новые парочки. Здравствуйте. Работаете здесь, да? И отдохнувший. Добрый лев. Курятник ворвался. И всех не хлопучил. Грант. Новый сезон. С 25 марта. В 9 вечера. На телеканале Супер. Валечка. Что с тобой? Я только что из больницы, мам. Я умираю. Объясни по-человечески, что произошло? Принеси бумагу и ручку. Мне надо составить завещание. Да. Хорошо, приеду сейчас. Вера, прости. Дальше без меня. В смысле? Потом объясню. Ты рассказал? Не успел. Вере, нужно было срочно ехать в Париж. Ладно. Тогда я ей сама позвоню. Майя, это не телефонный разговор. Она вернется через пару дней и ей все расскажу. Нет, я сделаю это сейчас. Иначе ты выкрутишься, а Вера опять будет ненавидеть только меня. Давай звони. А я позвоню в полицию. Расскажу им, что твоя мать незаконно получает повышенную пенсию. Знаешь, сколько ей светит за это? Ты же ей сам эту пенсию устроил. Серьезно? У тебя, может, доказательства есть? Ну, ты и мразь. Я не хотел. Просто ты никак не угомонишься. Я не хотел. Извините, а вы Михаила не видели? Простите. Нет, не видел. Простите, Рита, извините, а вы Михаила не видели? Мне нужно срочно до аэропорта. Да, он вышел сделать важный рабочий звонок. Вы, главное, не беспокойтесь. Мы сейчас найдем. Сейчас я вещи заберу. Да, не беспокойтесь. Ах, нет, не беспокойтесь. Ах, ты. Хватит, как ты мог? Ты с ума сошла? Успокойся, ты. Нам не прелюдят же. Хватит, ненавижу. Да успокойся ты. Встала от своих похождений. Ненавижу, урод. Добрый вечер. Здравствуйте. Поступило сообщение, что вы обнаружили ценный клад. Вот жаба. Решила ни себе, ни людям. Все должно быть по закону! Медальон предъявите? Не могу. Потерял. Дед, ты представляешь, сколько тебе светит за сокрытие? Давай по-хорошему, а? Да, сразу видно, дорогая штука. Слушай, мне же по закону 25% положено, да? Ну, вроде бы. Но мы же с тобой оба знаем, как все у нас делается. Бюрократия, инфляция. В общем, денег этих я при жизни не увижу. Давай так. Ты забираешь медальон, продаешь кому хочешь, а мне небольшую, но реальную сумму сейчас. Украшение самой Юлианы Генриетты. Ну что, сдал медальон, старый махинатор? Ну, никакого медальона не оказалось. А ты что с ним, сговорился, да? Вы о чем, гражданочка? Я от тебя такого не ожидала, позорище. Что? Ну, так, гражданка, оскорбление сотрудника полиции при исполнении штраф 10 тысяч рублей. Оформить? Иди, иди. И номер мой забудь. Ну, что за человек, а? Такую женщину из-за Юлькиной бижутерии бросил. Ты, ты сейчас этот запах чувствуешь? Я уже ничего не чувствую. И вижу плохо. Не надо паниковать. Мы дождемся результатов анализов. Все, что врач сказал. Ничего. Он сбежал. Побоялся сказать мне прям в лицо. Откройте, это суши привезли. Хочу отведать напоследок. Мам, принеси вил. Ты же знаешь, я принципиально не ем палочками. Я опять чувствую это зловоние. Сашенька, прости меня. За что? За то, что не сберег наше счастье. Если бы у меня было время все исправить, я бы сделал тебя самой счастливой. У нас были бы прекрасные дети. Прекрасные, но немного глуповатые. Как отец. Ты наступил в собачий сюрприз. Вот и доктор. Да. В смысле? Это точно? Спасибо. Похоже, ты права, я здоров. Мам, я не умираю. Это была собачья какашка. Вот. Мы не умираю. Мы не умираем. Ого! Зацените, какая махина! Тормози! 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 Тварь такая! Тварь! Чёрт! Чёрт! Девушка, вам помощь не нужна? Андрей, ты же… Да, вернулся на пару дней раньше. Прости меня, я… Бесторюсь, его нужно тебе сказать. Тварь, я к тебе собиралась, я уже ехала в аэропорт. А тут такая… какая-то ерунда! Я уже у Саши даже плачу. Андрей… Дмитрий Сергеевич, по закону, они могут использовать эту информацию против вас. Я не смотрю, не смотрю. Раз уж ты вышла, переезжай, Петька. Доброе утро, я, Франсуаза. И ждал меня. Субтитры создавал DimaTorzok